Добрый день, уважаемые цветоводы и садоводы! Мы приветствуем вас на канале Процветок. Сегодня с вами Ольга Дуброва будет пикировать пеларгонию, которую мы с вами высевали в разных вариантах опыта. Вся, которая взошла, вся хороша, поэтому приступаем к пикировке. Для этого я приготовила почвогрунт, смешав дерновую землю, листовую, и торф, который называется грунт для цветочных культур. В основе его торф лежит. Немножко для рыхлости добавила, ну совершенно незначительно, так вот просто ради. Для души добавила перлита, чтобы он сохранял многоемкость. Мы все это перемешиваем. Почва получилась замечательная, очень приятная на вид, рыхлая, питательная. Вот такая красота. Наполняем стаканчики. В таком горшочке, его размер 9х9х10, пеларгония будет расти до пересадки в грунт, либо в какой-либо кашпо, контейнер. То есть в нем она будет находиться порядка трех месяцев. Этого для нее достаточно. Можно даже посадить два растеница, но они тогда могут немножко кособоко развиваться. С другой стороны это не очень и страшно. Наполняем. Уплотняем, чтобы в уголочках не было пустот. Наполнили. Доверху изгородни насыпаем. Бока у горшочка не распираются, то есть мы не трамбуем почву. Она остается достаточно рыхлой. Уплотнили. Насыпали. Разровняли. Слегка уплотнили. С горкой не насыпаем с той целью, что она все-таки еще уплотнится после полива, после того, как все это здесь уляжется. И чтобы было место, куда подливать водичку, производить полив. Сейчас у меня три горшочка, и вода льется хоть куда. Но я рекомендую, когда вы составляете, ставите их вплотную друг к другу. Допустим, их много. Ну, это если вы много пикируете растений. Какие бы ни были горшочки. Желательно, чтобы они были квадратные. Они занимают меньше площади для любой культуры. Площадь всегда у нас дефицит зачастую. И меньше воды расходуется впустую. И больше попадает непосредственно в нашу емкость. К этому моменту в нашей пеларгонии в ящике субстрат тоже должен быть пролит. Он не должен быть ни сухим, ни излишне мокрым. Вот такой, как у нас, это самое-самое то. Выбираем ту, которая уже имеет настоящий листочек. А, я вам забыла сказать про волшебную палочку пикировочную. Можно выстругать, как папа Карла, просто из прутика, пока он еще сырой. Она не должна быть сильно острой, чтобы не травмировать корешок. И не должна быть толстой. Вот, хорошая палочка. Можно еще какую-нибудь выстругать из чего-нибудь. У мужа украсть кусочек штапика. И тоже ее заострить самой или попросить кого-нибудь. Вот наш красавец Сенис, у которого комочек держится на хорошо сформированной корневой системе. У него хорошенький настоящий листик. Это семидольные листики. Как мы будем пикировать? Можем сделать вот так. А можем сделать вот так. Но я раскладываю много растений. Положу со смещением растенницы, чтобы корешок был все-таки по центру. И делаю ее вот так. Потом прижимаю. Мы можем сюда посадить еще одно растение. Мы увлекаем за корешок туда. Ну, для этого надо набить руку. Вот такая я молодец. И тогда вот таким движением мы увлекаем, 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 увлекаем. Это все происходит очень быстро и ловко. Можно, как я показала, мы делаем с помидорами. Дырку проделали. Но тогда может получиться такая ситуация, что дырка большая. Мы сверху зажали. А внутри у корня пустота. Солнце светит. Через какое-то время все подсохло. В зоне корня не за что цепляться. Пересохло. Чего-то вянет. Что напало. Почему? А мы просто не зажали. Поэтому не забывайте, когда вы это так делаете, то уплотнить растение. Вдавить. И можно в эту дырочку, которую я проделала палочкой, снова же опускаем растеницу. Немножко помогаем. Сильно не заглубляем. Мы не заглубляем ни в коем случае семидольные листья. То есть вот здесь у нас точка роста. Если мы посадим выше точки роста, то растение обречено на погибель. Поэтому на таком уровне, чуть глубже, чем оно было при посеве, мы пикируем его в горшочек. И что? Обминаем землю по периметру. Потому что при дальнейшем поливе здесь могут замывания происходить. Края выше, здесь ниже. И все будет уходить туда. И снова может замыться наша точка роста. То есть вы должны помнить, что вот это место должно оставаться над почвой. Ни в коем случае его не заглублять. В дальнейшем наш уход будет заключаться в том, что мы будем рыхлить поверхность, чтобы не происходило подсыхание корочки. Рыхлый верхний слой будет препятствовать быстрому пересыханию. И таким образом мы будем ждать, когда она вступит в свою силу. И будем переносить ее в открытый грунт, либо на окошко. Если мы оставим в таком горшочке на окошке, то она до следующего года. Конечно, он выглядит не очень эстетично. Мы можем пересадить затем в какое-то кашпо, либо более красивый горшочек. В таком объеме она может находиться до следующего года. Такого объема ей будет достаточно для цветения. Вообще пеларгония не любит излишнего объема почвы. Тогда она начинает жировать ее корни в ущерб цветению. Она любит, чтобы ей было немножко тесновато. Это стимулирует цветение. Подкормку первую мы произведем, после того, как мы видим, что растение тронулось в рост, либо отсчитаем 10-14 дней, и подкормим слабым раствором комплексного удобрения для начальной стадии роста, для того, чтобы растение простимулировать. Там должен преобладать азот, фосфор и калия. Там будет незначительное количество. Этим мы будем стимулировать нарастание зеленой массы. А следующая подкормка уже будет в начале бутонизации, когда мы увидим, что заложится бутончик. И на той стадии мы подкормим калийно-фосфорным удобрением с преобладанием фосфора. Ну и дальнейший уход у нас будет заключаться, где бы она ни росла, в рыхлении и своевременных поливах. Ну вот и давайте вернемся к вопросу о необходимости скарификации семян пеларгонии. Герани по-простому. Я настаивала на том, что нет необходимости в скарификации семян пеларгонии. И простейшим способом подготовки семян к посеву может являться простое замачивание даже в обычной воде. И вот посмотрим, что произошло с посевом пеларгонии, которые были посеяны разными семенами. Семена, которые были замочены. Семена сухие. Эти семена были у нас магазинные, покупные. Наверное, они были очень хорошего качества. Поэтому из 50 и 50 дружные всходы были, более дружные всходы. Энергия прорастания повысилась при замачивании. И из 50 взошло 49. Сухие семена того же сорта и того же производителя всходили не так тружно. И даже видно, что некоторые вот только проклевываются. Некоторые вот едва-едва из земли только выкидывают свой эпикотель. А другие уже и раскрыли первую пару настоящих листочков. И схожесть их составила из 50 штук 42. Энергия прорастания была. Семена собственного сбора. Но их количество, к сожалению, я не считала. Они взошли медленнее, чем при замачивании. Но вполне себе дружно. А семена собственного сбора, которые были просто неряшливо, с таким отношением, это как говорится, как относишься, так оно и получается. Они были, если вы помните, не очищены, с мусором. И хранились некорректно, скажем так. Вот и результат. Из всего многообразия семян было примерно штук 20. Взошло только 5 сеянцев. Ну и что мы можем сказать? Что замачивание все-таки влияет на прорастание, на момент прорастания. Ну вот и все про это растение. На сегодня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Процветания вам и вашему дому.